Здравствуйте! В эфире дежурный по городу. Программа, в которой дают слово обычным самарцам, ведь город имеет право знать. Дебенко-22. Из-за аварийности у труп на чердаке с наступлением отопительного сезона в квартирах начинается потоп. Была авария. Объяснили, что нет отопления из-за того, что на трассе авария. 30 домов отключены. Три дня не было никакого отопления. Потом включили ночью, это где-то 15 или 16 числа, вон по календарю могу посмотреть, то я обнаружила, что у меня потолок весь мокрый. Слесарь, кто включил, я не видела. Но вместо того, чтобы остатки воды, которые в шланге скопились, в слуховое окно вылить, они вылили мне в очередной раз на потолок. Потолок весь промок. Вот только делали ремонт, и опять я не знаю, что делать. Это бесконечно. Протечка пошла еще и дальше, вот уже к балкону. Все набухает и набухает. Просто опасно находиться. Ну вот в воскресенье, видимо, или в субботу, кто-то был, сбрасывал в воду, батареи слегка прогрелись. То были совсем холодные. Я не знаю, куда уже обращаться и что делать. Эта квартира тоже залита потолок, вот в 11-й квартире, и в 12-й. Отопления у нас как такового нет, а если есть, видите, вот такие последствия. Начиная вот с 17-го года, такая же история была именно вот в это время. Я даже не знаю, что такое. Есть опасение, что это вот все упадет на голову. Там диван стоял, мы уши убрали, а тут диван. Внук говорит, я боюсь бабуль тут спать. У нас двухэтажный дом, и разводящая эта магистраль проходит по чердаку. Притом, перемонтирована она совершенно неправильно. У нас главный стояк стоял в том подъезде. Но поскольку от котельной отключили нас, а подсоединили к теплотрассе, то стояк напрямую от школы им было удобнее, конечно, в мою комнату. В той комнате у меня тоже стояк горячий, а батарея внизу холодная. Три дня что не отапливали, сюда, я не знаю, под двумя одеялами пацаны спали. Ну, в той комнате 17 градусов, а в этой, наверное, 15-16. Если ваша коммунальная проблема осталась без внимания, пишите, звоните в нашу программу.